И потом у вас получается матрица, в которую вы садитесь и просматриваете. Это минимальное то, что вам нужно. Ну, то есть, там есть много. Можно я вот еще, не будет ли это с нашей стороны прям такой наглостью, да? Мы можем обсудить вопросы, которые вот конкретно Сергей пойдет задавать, да? То есть, условно, он должен спрашивать их, у нас была споль или как-то они вокруг его продукта. Ну, у нас просто был продукт, мы говорили, первый вопрос, типа, открывали, откройте, пожалуйста, сайт YouTube, прочтите первую страницу, что вы по этому думаете. То есть, у нас дальше было такое, то есть, они проходили по сайту и на каждой странице у нас были, у нас очень специфические вопросы привязаны были к триггерам, к моментам, когда он там, там, пошел страницу, там, читает How it works, например, там, пошел How it works, там, например, там, Аур, там, там, Талант. Ну, он проходил и просматривал и говорил, что он думал. А потом переходил на следующую страницу, мы задавали следующий вопрос. И таким образом мы там находили вещи. Ну, смотрите, какие вещи бывают. У нас, например, на интервью все говорили, сделайте, пожалуйста, там, софт-скиллы. Мы не знаем софт-скиллы, ну, ваших инженеров. Мы их сделали, когда мы сделали и показали всем, все сказали, мы не понимаем, что это такое. То есть, мы не понимаем, как измерять, как мерить софт-скиллы. То есть, все хотели софт-скиллы, мы придумали, как это сделать и реализовали это, там, потратили какие-то ресурсы и бюджет. А потом оказалось, что проблему просто невозможно решить, невозможно измерить, нет методики измерения софт-скиллов, которая вообще понятна людям. То есть, просто невозможно это сделать, в мире этого нет. Поэтому будьте аккуратный, там вот не цепляйтесь за все попало, но я думаю, вы еще много тоже как-то мы сделаете, потом это удалите, потому что люди не знают, что они хотят больше. Друзья, маленький шутка просто. Сереж, все-таки как вы себя позиционируете? Все-таки как CRM-ка, либо лидогенератор, либо онлайн-платформа, все-таки какой там основной первый кейпоинт? Самое первое, как мы себя позиционируем, это как CRM для коучей с функцией бикинга. Ну, по факту, а вот реально у коучей разве нет сайтов своих? Большинство нет. А нам реально надо? Понимаешь, просто вопрос трафик, откуда льется, очень спорный. Там соцсети, например, Инстаграм, каналы Телеграм, они там трафика гонят больше, чем на сайт народ заходит. Ну, то, что я узнал, что в Штатах большинство у них все идет через LinkedIn. То есть, у них вот сарафанное радио, LinkedIn и так далее. Ну, так LinkedIn, это же не сайт. Вопрос, что ты им добавляешь, вероятность? То есть, просто добавляешь сайт, либо там и календарь, типа, которая там форма для букинга, ну, такое просто, за что платить? Ты же, наверное, захочешь процентов 10, захочешь комиссии, да, получается? Ну, значит, комиссии мы еще не думали. Ну, 10, ты сейчас уже меньше не захочешь, меньше просто невыгодно. И за что ребятам, например, давать 10% от твоей комиссии, если там только календарь? Не, ну, там не только календарь, там и база клиентов, и история заказов, ну. Не, ну, я пока утрирую, просто, знаешь, это же такое. То есть, понимаешь, сейчас, смотри, ты же, когда они начинают пользоваться с твоей CRM-кой, по сути, да, они будут еще свои левые заказы все закидывать, да, то есть, по факту, у тебя будет к ним доступ. Да, это тоже, там, типа, аналитика, доступ, но все равно народ немножко смущает. И если пользоваться двумя ресурсами, это CRM-кой, и нет смысла. Ну, да. Ну, то есть, понимаешь, а если ты реально делаешь платформу, то потом ты все равно будешь добавлять рейтинги и прочее, да, и народ как они будут там все профессионировать. Просто, насколько это будет твой канал, увеличение клиентов, либо оно, либо заменит текущее, либо оно им добавит какой-то value, например. 23% ты планируешь им генерита. Потому что, правда, смотри, ну, коучи, ну, сколько вот у них этих клиентов будет. Например, как психиатры те же самые, там, вверх и ся, там, записываются. Например, там, карточка, там, пациент, так, убы, гря, то есть, тоже там, карточка своего человека будешь делать. Может, им это больше надо? Именно какие-то, понял, критерии, где ты добавляешь, там, о чем человек говорили, там, не знаю, ну, как, типа, типа такого плана сделать, потому что это реально какую-то ценность несет. Потому что вот в рамках даже, ну, смотри, вот ты берешь Highrise, например, тот же самый. То есть, он имеет отличную базу, там, по работе с клиентами, там, еще чего-то. Она стоит, там, сколько там, 10 баксов стоит подписка. Букай, что хочешь. Можно я опять вот вернусь вот в точку, когда, вот, ну, условно. Я считаю хорошим результатом, когда Сергей ушел, да, с каким-то конкретным пониманием, что ему делать, там, на ближайшие, там, несколько недель или месяц, да? Я просто, я просто, я просто уточнить вопрос, потому что, чтобы поставить раздачу, надо понять. Я, может, извиняюсь, где-то буду вот так вот, ну, периодически там вклиниваться, да? То есть, пока я слышу, что, условно, 10 живых интервью в неделю, вот, и, вот, ну, то есть, мы сейчас, вот, пока говорим, я так понимаю, вот, например, если бы я был на месте Сергея, вот, Сереж, ты понимаешь, какие вопросы ты будешь задавать, когда будешь проводить пользу? Ты можешь озвучить? Что ты будешь спрашивать? Чтобы не получилось, что опять твой КСД будет вокруг продукта, понимаешь? Который уже есть, и ты будешь просто там… Не, ну, как бы, у меня не было КСД вокруг продукта, то есть, я вам детально никому ничего не рассказывал, то есть, я спрашивал, ну, изначально о том, как у них сейчас происходит процесс взаимодействия с их клиентами, вот, пользуются ли они чем-то, и хотят ли они попробовать, ну, что-то новое в своей работе применить. То есть, никаких, прям свет, там, деталей, продукта нет. Тереш, спроси у них лучше всего, за что они готовы платить деньги? Или как они готовы, какой прибылью они готовы делиться? Смотри, просто, вот у нас тоже мы сейчас с B2B работаем, и с B2C, там, по книжкам у нас проект не делаем, и там один из вопросов кейсов, они все хотят, им все новое, все прикольно, там, попробуй, там, трафик, но вопрос о том, за что они тебе готовы давать денег, какая у них реально… Ну, и тогда уже будешь делать. И попробуй, там, ребят, поделай, там, с количеством денег, там уже будет, там уже будешь определено, что добавлять. Либо это будет комиссия, типа, то есть, комиссия, например, там, от сделки, да, если комиссия сделки, будете там платежку переплачивать, да, там, в первую очередь. Если там это фиксит прайс, то, скорее всего, это CRM-ка с какого-нибудь там, сведением, там, истории карточки, там, клиента и прочее. Тогда будет понятно. Потому что, как только ты выходишь, да. Условно расписать ему, да, там, функционал, ну, как он обозначает, да, и говорит, вы готовы за это платить? И так или так? У Ридва есть история, как они 2 миллиона потратили на разработку с таким же вопросом. Когда они пришли, там, типа, вы готовы платить за смарт-папки, которые там будут? Я уже не помню, какой конкретный там функционал, но они приходили, готовы ли там 7 долларов платить за смарт-папки, которые сортируют вашу почту по какому-то критерию? Все сказали, ок, а когда они сделали там эту функцию, мы передумали. То есть, не забывайте, люди, они иррациональны, они вам скажут все, что угодно, но потом, потом надут тысячу причин, чтобы вам не получить эти деньги. Единственное, что точно не готовы, за что платить деньги, это за клиентов. То есть, трафик-маркетплейс, да? Да. Это не CRM-ка. Да. Но это не CRM-ка, видишь, что? или за сокращение времени. То есть, время — это деньги, особенно в Америке. Если вы покажете им конкретно, что сейчас они там на shadow, на составление, списание там тысяч, там, час, тратят, а с вашей программой будет тратить пять минут, и вот вы покажете и докажете это, что вот действительно так, что заплатите нам час своего времени, который у вас там стоит, например, 100 долларов. Мы сэкономим вам часы, например, за 50 долларов мы продадим эту программу. Это время. То есть, что делают стартапы? Они делают что-то либо быстрее, либо дешевле. Никита, Сори, сейчас просто хочу подытожить. То есть, условно, тогда должен быть вопрос, а сколько вы времени тратите на вот эти вот переговоры и на составление, ну, графика там приема? Ну, опять же, люди не знают этого, но, как бы, вот вы можете, то есть, вопрос открытый и ни в коем случае не говорите там что-то четкое. Мне кажется, это не очень офф. А готовы ли вы нам заплатить 10 долларов, если мы вам там сделаем зеленую кнопку при нажатии, на которую вы там получите, там, письмо с вашим расписанием? Никто вам это не ответит. Никогда. А вот такой, а сколько вы тратите там на расписании? Или, а сколько у вас там? А есть ли у вас, например, самое, я думаю, проблемное, когда накладка расписания происходит? А сколько вы клиентов теряете из-за того, что у вас происходит накладка расписания, вам приходится кого-то отказываться от кого-то? Ну, такие общие там вопросы. Костя, слушай, да, если не просто. Костя, скажи, а ты же на улице сейчас в текущем проекте у вас езжусь серия услуги. Да. Слушай, а как вы там работаете с этими услуги, там, типа, как сантехники, коучи и прочее? Там же, ну, там, ваш где-то должно быть, что похоже? Какой там, инсайд какой-то есть у тебя? Сольешь? Да, без проблем, да, инсайд вообще это самая неконфиденциальная инфа, которая есть. Немножко достать. Ну, мы не работаем с кастомным подходом, то есть у нас не нишевая модель, у нас, ну, как бы, дженерал, да, мы делаем какие-то общие решения, которые подойдут и бабушке, и какому-то там бизнесмену, прокачанному айтишнику. В услугах мы не делали еще кастдев, то есть мы целенаправленно не общались там с 20 как бы минимум хотя бы юзерами в услугах, чтобы понять, что реально им не хватает, но мы получаем фидбэк, что они требуют, то есть, например, красоте им важна галерея, типа, самое важное выставлять им фотки, вот за это они готовы платить. В вообще всех разных там с коучами точно не знаю, потому что это непопулярная история, там стоматологи какие-то, еще кто-то, им удобно, что они могут переписываться, удобный мессенджер, что они могут внутри платформы переписываться с клиентами, вот. Ну и как бы первоочередное это количество клиентов, то есть, они юзают Инстаграм, классифайды и Google AdWords, да, вот три, как бы, три источника трафика для обычно для пользователей услуга. И они их юзают не потому, что там удобно, еще что-то, потому что оттуда идут звонки, и они их записывают. И когда мы спрашивали, нужно ли вам там календарь какой-то, или что-то, они говорят, что да нет, у нас типа все четко, мы записываем в блокнот, вообще нет проблемы, то есть, блокнотом пользоваться вообще нет проблемы. У нас все четко, мы там отправляем смс-ки тем, кто там давно к нам не приходит, мы там где-то это фиксируем, то есть, как бы, без какого-то специального сервиса, но это я же говорю, это какие-то единичные, да, ответы, поэтому я думаю, что все-таки стоит проверить еще какие-то гипотезы, кроме лидогенерации, потому это очень просто на поверхности, типа, давайте нам трафик, и мы будем платить, да, это очень просто. Все-таки опросить этих людей, юзеров потенциальных, и может быть, у них есть какая-то боль, какая-то проблема, из-за которой они будут готовы коммититься, что они будут пользоваться сервисом, да, и так. А какие бы ты вопросы задавал вместе с Сережей, вот Сережа завтра пойдет там интервью проводит, какие вопросы у вас? Ну, у нас, как бы, опять же, можно погуглить дизайн мышления, там все уже написано, там есть инструкции, прям, какие вопросы нужно задавать, то есть, ничего нового придумывать не нужно, просто нужно нагуглить структуру интервью для кастомер-девелопмента или для дизайн-тинкен, это все в открытом доступе есть, и просто ее использовать, я бы не сочинял ничего нового. Мы делаем так, мы задаем поворонки вопрос, чтобы поставить в контекст сначала, напоминаем там, чем вы занимаетесь, сколько у вас клиентов, где вы находите клиентов, как вы их обслуживаете, как они к вам приходят, как вы им напоминаете, как вы их записываете, то есть, как вы им управляете товар, ну, то есть, по всему процессу взаимодействия с клиентом, начиная от поиска, заканчивая там, допродажами какими-то, то есть, как, 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 как это происходит, то есть, не спрашивая про проблемы, про там, нравится, не нравится, а просто, чтобы, ну, понять, какой процесс, и потом, когда понятно, какой процесс у этого пользователя, ты уже задаешь, а здесь, вот на этом, да, этапе, какие бывают ситуации, какие неудобства, что всегда хотелось бы, поменять и сделать, а здесь, а здесь, то есть, они там что-то говорят, потом мы просим, мы моделируем ситуацию и говорим, что представьте, там, я ваш клиент, так дальше, там, ну, то есть, разными способами пытаемся вытянуть какие-то инсайты, и они говорят обычно, то есть, кто-то начинает рассказывать, просто рассказывает, 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 ему нужно один вопрос задать, или два, и ты уже все узнал, да, кто-то меньше разговорчивый, ты ему задаешь, как, почему, как, почему, а почему так здесь, а как здесь, а почему здесь, и они тоже рассказывают, да, не задаем вопросы, а что если мы сделаем сервис, а что если, а что если, потому что это бессмысленно, обычно люди говорят, что да, это интересно, мы будем пользоваться, но потом на тестировании ты понимаешь, что это никому не нужно. А может еще вопрос, Сергей, а почему, ну, поскольку вы еще в ход не вышли, почему все-таки тренера? Ну, смотри, у тебя решение плюс-минус универсальное, ну, для букинга, записи и прочего, да. Почему реально тренера? Почему тренера? Ну, началось все с того, что, как бы, я сам часто обращался к коучам, и была вот эта, ну, то есть, я изначально заметил эту проблему, что они не используют никакой системы, то есть, в основном все просто, там, через мессенджер, телефон, еще как-то, вот. Потом, точно так же, когда я даю какие-то, там, ну, консультации клиентов по UX, то же самое, ну, как бы, это неудобно, вот просто так, ну, я просто представляю, что, если бы я это давал в очень больших масштабах, это было бы, ну, дико неудобно, вот. И, собственно, с этого, как бы, все и началось. И, ну, я просто решил изначально узко сегментироваться, что взять только коучи и не брать всю там сферу услуг, а попробовать на коучах, потому что, ну, это люди более, наверное, которые могут пробовать что-то новое такое, вот. Мне кажется. Самый бедный сегмент консультантов – коуч. Ну, и тоже, мне кажется, что вот те же там какие-нибудь парикмахеры, ну, им явно будет сложнее предложить такой продукт. Это заблуждение. Да? Ну, потому что есть куча, куча про CRM-ок и маркетплейсов, и CRM-ок, и приложений для парикмахеров, для мастеров красоты просто миллион. Ну, очевидно, что кому-то показалось, что это очень нужная тема, да, и нужно это сделать. Но реальной боли нет, да. И то же самое здесь. Реальной боли пока не видно. CRM-ка им больше нужна, чем парикмахерам, да. В общем, наверное, пока рано делать выводы какие-то, кому нужнее, да, я бы сделал сначала выводы, а вообще нужно ли, да. никому нужнее, кто это понимает, там, это вторично. Даже если они понимают, более развитый сегмент коуча по сравнению с парикмахерами, они могут там понимать в этом ценность, осознавать, что это крутой продукт, но это не юзать, потому что, ну, там нет реальной какой-то проблемы. Это просто nice to have. а чтобы юзать продукты, которые nice to have, это миллион приложений в телефоне, которые установлены, это тебе нужно поменять свои привычки, да. У тебя установлено миллион приложений, ты юзаешь три. Мессенджеры, инстаграм, фейсбук иногда, там, не знаю, и погоду смотришь, да, и все, ты не привык другие продукты юзать, то есть, у тебя нет времени просто на это, у тебя голова другим забита. Поэтому, ну, чтобы начать это юзать, там должно быть реальная value какой-то, не просто интересненькое что-то, а что-то существенное. И чтобы найти это существенное, нужно докопаться, вот, да, общаться, как можно больше времени инвестировать в проверку гипотезы, чем в разработку продукта. Я даже повторюсь больше, смотри, кто сможет продать твою идею, то есть, пойди к тренерам, которые тренируют тренировок, которые человеки, то есть, они скажут, они им продут за тебя, потому что сейчас ты идешь, ну, напрямую, а попробуй свыше продать тех, кто над ними стоит. И можешь даже решить, может, другую проблему может решить людей, которые заказывают колотчей, потому что сейчас, ну, может, у них проблема, там, записаться, и выбрать колотча того же самого. Правда, у колотчей, сколько там у них этих тренировок будет? Ну, 2-3 в день, если они профессионально занимаются, да, это, наверное, даже много, то есть, не проблема забукать. А если они занимаются профессионально, то у них 100% есть CRM-ка, ну, то есть 100%, и помощники личные, там, и там, и там, и там, и там, и там, и там, ну, вот, как при Apple развивался, например, они начинали с трафика, они начинали с лидогенерации, потом они уже начали делать надстройки в виде CRM, календаря, рейтингов, каких-то, еще всякой, ну, всяких доп-функционалов, которые увеличивают конверсию в заказ и увеличивают ретеншн, да, по сути, это все делается, чтобы эти две метрики улучшить, но начинали они с маркетплейса, с трафика, вот, и, ну, вроде, как бы у них удачно это получается делать, поэтому, ну, вот, ты говорил, что вы планируете начать с CRM, потом в маркетплейс перевести, да, модель, но, как бы, примеры показывают, что наоборот, начинать надо с маркетплейса, а потом уже накидывать в доп-фит, если это B2C-продукт, да, если это B2B-продукт, тогда, другая история. Сереж, что будет после, 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 после вот этого, вот этого, вот этого общения, то есть, можешь дать нам обратную связь, что пойдешь завтра делать, что будешь делать? Ну, я еще раз пройдусь по ВАЗе, который у меня есть, и буду, буду пробовать людей вытаскивать по возможности на живые какие-то разговоры, то есть, не просто на переписку, а реально вот с кем-то пообщаться вживую. А что будешь спрашивать? Ну, для начала я загуглю саму структуру интервью, и там уже посмотрю. Кость, пользуясь случаем, могу спросить, насколько было бы тебе интересно, вот, например, час времени потратить, условно, мастер-класс нашим ребятам дать по поводу вот этого интервью, это реально попросить? Да, ну, договориться. Когда будет возможно? Да, Да, согласуем время, потому что, например, ну, мы там больше там, да, опираемся на каст-деф и проблемное интервью, да, вот, но дизайн мышления мы как бы не использовали ничего, то есть, ну, скажем так, с этим только знаем название дизайн мышления, вот, потому что у меня в ленте обычно Тони Роббинс вот сейчас тут завалился, а потом после Тони Роббинса еще дизайн мышления. А потом Тони Роббинс, который проводит дизайн мышления. Ну, вот, да, то есть, окей, я предлагаю, вот, у нас просто уже мы час как раз с Сережей общаемся, то есть, я считаю, что, ну, для сегодняшнего общения, ну, то есть, вот, еще, 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 еще докрутить, ну, по сути, работы тебе на пару недель или даже на месяц точно хватит, потому что в итоге может оказаться, что все-таки то, что ты делаешь, реально не решает боль, за которую готовы платить, ну, я про продукт. Может быть, как говорит Никита, стоит лучше стать хорошим SaaS-сервисом, очень хорошим, в чем-то там, да, только что же сказали, что SaaS лучше marketplace, то есть, я просто имел в виду, что надо выбрать, и тут хорошие дали доводы, что, как бы, как reply, да, сначала marketplace, потом SaaS, я согласен. Согласен, да? Окей. Я тогда предлагаю переключиться на, на следующего нашего предпринимателя, из Минска, Артема. Сереж, тебе спасибо большое. Спасибо всем большое, экспертом. Да, то есть, я думаю, мы тогда в ближайшее время согласуем время с Костей и всех оповестим, чтобы вот как раз конкретно провести этот мастер-класс, как делать это интервью, используя методологию дизайн-мышления, и сразу это будем применять на практике. Ок? Сереж, выключай эту демонстрацию экрана. Артем, ты с нами? Да, особо умный, пока еще не помер. Эксперты, как вы себя чувствуете? Силы еще есть? Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Андрей Корректор А.Кулакова Казахстан